Здравствуйте, с вами Фреймистор со вкусным леденцом во рту, которым он с вами не поделится. Мы же кончили... А, не, не так. Это игра Нэнси Дрю и Блэк Мур, проглятие поместья типа того. Мы закончили с вами на том, что я наконец-таки смог все эти колонны открыть и даже что-то с ними сделать. Проблема только в том, что я не знаю что. Я не знаю что с этим связано. Вообще, можно таки... Дорогой мой... Привет! Вкусно! Пока, птичка. Не бросай меня, я люблю тебя. Кому нужна моя подсказка? Привет! Можешь дать подсказку? Поговори со мной! Пока, птичка. Пока! Короче, он не хочет давать мне подсказок. И поэтому он ублюдок. Он просто потенциальский сволочь, ублюдок. Ладно. Я думаю, что какое-то решение всех моих проблем просто обязано содержаться в одной единственной книге, которую я так до конца и не понял. А именно вот в этой вот... Что-то подсказывает мне, что в этой книге написано, как разжечь ту старую печь. Может, тогда я найду сокровища семьи Пеннин? Еще и сокровища. Но, кстати, я не учитывал, что здесь есть еще и сокровища. Так, здесь мужик укрощает все этих тварей. Это все фигня. Здесь какие-то знаки и... Сети, как это называется, забыл. Элементы. Тоже не шибко. Тоже все элементы. Не интересно. Не знаю, хрень какая-то. Кубки. Не знаю, возможно, имелись в виду те кубки, вот о которых она говорила, мол, переливать воду. Черт не поймет, честно говоря. Ветра. Я собрал ветра. Стоп, 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 стоп. Здесь, кажется, вообще написано, что мне нужно сделать. Наверное. Не знаю. А знаете, что еще интересно? Вот это вот, по всей видимости, вообще решение загадки. Знаете, для чего? Для этого, для Холла. Для Холла очень-очень похоже. Черт. Даже не обратил на это внимания. Ай, я ублюдок. Так, ладно. А, дошло. Я должен собрать все стихии. Я, наверное, понял. Это, наверное, вода. Наверное. Не знаю. Что это такое, я тоже не понимаю. В общем, да. В общем, я должен стать мега-драконом. Чтобы стать мега-драконом, я должен укротить все стихии. И... Вообще, это интересная фигня. Хм. Нутикось от... Нукось отвегаем фруктись. Фруктись. Ой, Господи, какую хрень я несу. Короче. Очень похоже, что этот символ как раз символ жезла. Очень-очень похоже. Потому что как раз... Да, я как раз стою здесь. Это как раз Холл. И здесь у нас был символ жезла. И здесь он... Чёрт побери. Чёрт побери. Я... 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 О, вот это что такое, кстати, не понимаю. Это я не... Это я серьёзно не понимаю. А что это? Ага. Нет, я понимаю, что это. Это ключ. Это ключ... Чёрт. Чёрт, 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 чёрт. Да-да-да. И вот он должен испечь этот ключ. И тогда он придёт к демонам. И конец. Эта книга, это почти что как инструкция из Дракулы. Правда, там не было такой инструкции с другой стороны. Хм. Да-да. Я, кажется, знаю одну хрень. Мне, кажется, нужно взять жезл и... Бац! Да. Работает. Хм. Наверное, этот механизм работает с помощью магнитов. Я... Я тоже так думаю. Хм. Нет, я действовала слишком медленно. Ха, но тем не менее действовала правильно. Да, да. Вынужден признать, это я знаю. Вообще, я достаточно много помучался перед тем, как понять, что же делать дальше. И кое-какие вещи я посмотреть решил... Ну-ка, это что такое вообще? Сеть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какие-то новые? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет. Здоровые, архимические, римские. Ха. Больше здесь ничего нет. Рифмовки, чудовища, движения, поместье. Ничего интересного. Ладно, сейчас мы... Еще раз. Да, сейчас мы действительно все сделаем еще раз. Бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. Буру. Буру. Нет, не так. Буру. Буру. Готово. Теперь срочно нажимаем на эту штучку. И летим вперед, навстречу приключениям. Дыдыщ. Не очень понимаю, как мне... А, во, вот так. И теперь я должен развернуться. Ох, кажется, у меня получилось разжечь огонь в печи. Именно. И должен сказать, что подсказками вы не блистали, дорогие мои. Ох, не блистали вы замечательные подсказочками. Так, ладно, нужно еще на ключе правильно все сделать. Что достаточно проблематично. Я очень надеюсь, что Лори при каких-нибудь хотя бы обстоятельствах может мне подсказать насчет ключа. Нет? Привет! Можешь дать подсказку? Лори голоден! Лори хочет печенье! Да, да. Я уже все поняла. Все, подсказками от Лори ну нафиг, пользоваться не будем. Короче, вот что я вам скажу. Это ужасная такая загадка. Я серьезно не понимаю, как я вообще должен был до этого додуматься. Но, тем не менее, да, это, конечно же, ключ. То есть здесь-то все понятно. Ключ, он и в Африке ключ. Насчет горгулей тоже более-менее. Берешь эту хрень, нажимаешь на горгулей. А, и потом каким-то образом вызываешь огонь. Кстати, совершенно непонятно как. Здесь ни разу не написано навести жезлом на ту хрень. Это я уже проверял, так сказать, из интернета эти знания. Ай, ужас. Так вот. И теперь, да, теперь мне нужно сделать гребаный ключ. Насколько я понимаю, вот эти символы означают так или иначе этих, как это называется, гербы. Какие бы то ни было гербы. И, например, если у человека на гербе вот такая вот хрень, которая показывает пальцем. Насколько я помню, показывает пальцем у нас герб, который рядом с... Вот здесь. Кому нужна моя подсказка? Ха, но здесь я нифига не могу посмотреть его. Сейчас, секундочку. Показывает пальцем, да? Вот тут он. И у него... Ха. Это, кстати, совершенно непонятно, как делать вот такую вот фиговину. То есть, вот он этот символ, да. И ответ в том, что якобы вот эти вот штучки должны мне как-то подсказать. Как правильно все это решать. Возможно, они имеют в виду, что вот так вот я должен сделать. Ну-ка, где он там показывал пальцем? С этой стороны, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, да, да. Музыка заиграла, как интересно. Действительно, здесь очень-очень-очень сложный, сволочь, конец. Так, листаем. Блин, как в Дракуле, к сожалению, нет стопроцентной библиотеки в кармане. Да, он был именно здесь. Был именно здесь. И теперь мне придется каждый гребаный символ здесь найти и так сделать. Это будет тяжело, но это вполне возможно. Теперь в печи горит огонь. Ну вот, у нас в печи горит огонь, и все просто зашибись. Ух ты! Расплавленный металл! Даже есть расплавленный металл, что очень страшно. И, кстати, возможно, я могу об него умереть, поэтому я лучше нафиг сохранюсь. Так. И я вам даже больше скажу. Кажется, я ввел правильные символы на ключ. И они получились вот такими вот. Здесь я... Да. Не знаю, по-моему, правильно. И попробую умереть. Вот. Кажется, теперь все верно. Серьезно? Ну, похоже, у меня, короче, есть ключ. Погодите, погодите. Я его почему-то совершенно не беру. Почему я не беру ключ? Что за... А, стоп, погоди. А, вот он. Да, ключ, отлично. Я его могу всячески применить куда-нибудь. И, насколько я понимаю, это уже конец. Принеслась. То, что ты нашла, принадлежит мне. Это я, Пенвелин, а не ты. Кстати, я сама бы раскрыла это дело, если бы не занятие, на которое уходит большая часть дня. Что это? Простите. Сокровище... Метеорит? Ха. 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 Простите меня, дорогая Джейн, вы что, местная эта самая... Ладно, проехали. Сейчас она, надеюсь, расскажет о своих сломных планах, а потом представит мне к виску пистолет или что-то в этом духе. Похоже на метеорит. Камень? Шестьсот лет секретов, тайны, загадок, и все из-за какого-то камня? Не может быть. Здесь должно быть что-то еще. Нет, не трогай. Джейн, я просила тебя не трогать это. Эм, какого черта... Я помер? Нет, не трогай. Я что-то должен нажать. А, во! Нэнси, помоги мне. Тут так темно, я ничего не вижу. Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Прости, что я была груба с тобой. Прости за все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, пожалуй, она действительно что-то натворила. Ну-ка. Что значит все? Линда не больна, она просто думает, что больна. Я оставила проклятие в ее комнате, дала ей таблетки, вызывающие аллергию, а в ее увлажняющий крем налила средства для роста волос. Значит, это даже не психосоматическое? А она сама все это подстроила. Зараза. Зачем? Я просто хочу, чтобы она ушла. Хочу быть вместе с папой и мамой. Моей настоящей мамой. Пожалуйста, Нэнси, не заставляй меня рассказывать что-то еще. Мне тяжело дышать. Нужно как можно быстрее снять с нее ящик. Честно говоря, понятия не имею, как снять с нее... Че? Ящик? Как я сниму с нее... Нэнси, скорее! Не, серьезно, как я сниму... Ооо... Стоп, как я... Мне кажется, это нужно сделать все-таки с помощью... Мне не хватает воздуха. Да, с помощью этого психа. Так. Двигаем. Еще двигаем. Ага! Да, действительно получилось. Спасибо. Дорогой Нэд, чудовище Блэкмород действительно существует. Это Джейн. Она вылила дядина средства для роста волос в крем Линды. Линда испугалась и стала подозревать, что превращается в монстра. Еще Джейн насыпала в тарелку Линды таблетки от аллергии, которыми пользовалась миссис Дрейк. Поэтому Линда постоянно чувствовала слабость. Так что все довольно серьезно. Не стоит и говорить, что глава семьи был очень расстроен, узнав, что Джейн вредила Линде в надежде, что ее родители снова будут вместе. После того, как Джейн извинилась перед Линдой, Хью попросил прощения у них обеих. И они решили сделать все возможное, чтобы стать настоящей семьей. Что касается поместья Блэкмород, я рассказала Хью о тайных ходах и механизмах, которые нашла. И его так увлекла история своей семьи, что он попросил, да нет, приказал Итель рассказать ему то, что она рассказывала Джейн. А поскольку он ни на минуту не поверил, что метеорит в старой алхимической лаборатории обладает магической силой, он одобрил желание Джейн хранить его в безопасном месте. Это мне кое-что напомнило. Семья Пенвельден взяла с меня обещание хранить все их традиции. В тайне. Так что никому об этом не рассказывай. Хорошо? Найджел стал подозревать, что в семье происходит что-то необычное. Он старается не упускать меня из виду. Ему бы очень хотелось включить подобную историю в свою новую книгу. Если он позвонит мне еще раз, я на него пожалуюсь, миссис Дрейк. Его нужно проучить. Всегда твоя Нэнси. Ээээ... Мда. Титулом? Каким к черту титулом? Я что-то должен нажать? О, что за... Попуга из... Приставалус за то, что сумел узнать у Лори все, что можно. О, боже мой. Короче, они имеют в виду, что я уплюдок. Что я ничего сам не знаю, но... Но я все спросил попугая. Ну, ладно. Идет 1930-й год. Все обеспокоены будущим. Кругом безработица. Не хватает хлеба. И процветает преступность. В это смутное время появляется наша героиня. 16-летняя девушка, вооруженная фонариком и интуицией, путешествующая на синем родстере, завоевала сердца многих молодых девушек и послужила хорошим примером в борьбе с преступностью. Как ее зовут? Нэнси Дрю. Извините, да, я понял. Вы рекламируете игру, да? Да, вы рекламируете... Уйдите от меня. Уйдите от меня. Да, молодцы, молодцы. Вы видели? Она послужила... Что? Предметом... Извините, чего? Если вы про предмет. Короче, девушки ей восторгаются и бородатые мужики сидят за решеткой. Я имею бороду, между прочим. Я ее имею очень даже основательно. Но сейчас не об этом. Нэнси Дрю, Блэк Мур и всякая такая хрень. Это было прикольно. Это было, правда, по-моему, малосюжетно и очень много головоломно. Что, в принципе, мне понравилось. Что еще я вам могу сказать? Да, еще это было относительно коротко все-таки. Относительно коротко. И я должен крайне перед вами извиниться, что более-менее подсмотрел. Все-таки подсмотрел, как приблизительно решается задачка с ключом, а также с горгулями. Вот эти вот две вещи, которые я записывал. И именно в этой серии до меня, вот честно скажу, вообще ни разу не доперли. Вот такая вот фигня, да. Ну что же, спасибо за внимание. А следующей игрой мы постараемся сделать еще одну игрушку от компании, которая сделала первое зеркало. И, как это называется... НИБИРУ! Точно-точно! НИБИРУ! Вот да, вот от этих вот людей вот еще одну игрушку хочу вам представить в следующий раз. Ну вот и на этом все, да. Вот так вот, да. БА-БАЙ! Да.